86-я годовщина. Сегодня в России отмечается День гражданской обороны МЧС. В муромских школах прошли классные часы на тему безопасности. Спасатели, пожарные, поисковики должны быть готовы в любой момент дня и ночи оперативно добраться до места происшествия, ведь от них зависит порой здоровье и жизни людей. Накануне тревожный звонок на пуль дежурного поступил с ЗАО Муром. Ложная тревога или пожар все-таки был, разбиралась наша съемочная группа. Информация об инциденте, который произошел накануне на ЗАО Муром, появилась в социальных сетях. Одни очевидцы пишут, что слышали сильный хлопок, напоминающий взрыв. Другие, что видели пожар из окон своих квартир. Третьи, о сильном задымлении. Жители домов, находящихся рядом с предприятием, тоже подтверждают факт ЧП. Я думал, что это гром. Был чего-то, а вот сколько, даже не знаю. А в окошке были запотелые, и я посмотрел, и ничего не видно. Ну, что-то сияло тут, а кто ее знает, не знаю. Ну, чего-то было. Поздно, уже темнело, поэтому ничего не видно было. Как оказалось, вчера в 8 вечера на пульт центрального пункта пожарной связи действительно поступило сообщение о задымлении на проезде Кирова и улице Чапаевской. Конкретное место пожара указано не было. Выехало подразделение пожарно-спасательной части 15. Две автоцистерны ПСЧ 15 и автомобиль службы пожаростушения. По прибытию на проезд Кирова прибыли по внешнему сообщения ничего. Подъехали к охране завода. То есть там сказали, утвердили, что никаких загораний у них нет. А то следом наши проехали по второму, то есть вот этому адресу по улице Чапаевская. Признаков загораний также не было, то есть, ну и вызов записан ложный. По неофициальным данным, возгорание все же было и произошло оно в цехе ДСП в установке «Циклон», которое улавливает древесную пыль. По всей видимости, работники завода с пожаром справились своими силами. Подробности об ущербе пострадавших нет. Руководство и пресс-служба предприятия данный инцидент никак не комментирует. Мария Жукова, Александр Парсуков, Новости Муром.